В этом КСК трудится бригада из четырех человек. Все они имеют большой опыт работы. И хотя профессиональное образование у них есть, теперь, исходя из новых правил пользования тепловой и электрической энергией, им придется ежегодно проходить проверку знаний или переаттестацию. На переобучение своих работников председателю КСК придется потратить более 50 тысяч тенге, которые в этом году даже не были заложены в статьи расходов кооператива. А принять на работу квалифицированный обученный персонал становится все сложнее. Трудно, потому что, во-первых, идут люди неподготовленные. Я вот даже просила, допустим, у меня здесь была немножечко проблема со сварщиком, я обращалась, обзванивала все училища, просила, я говорю, вы дайте мне выпускника. Мы его здесь подготовим, сами обучим, подготовим, пусть он у нас сначала практику пройдет, посмотрит все, а потом мы его возьмем. Но дело в том, что, видите, они вот заканчивают училище, и все они рвутся на большие деньги. Такая ситуация сегодня складывается практически во всех КСК города. Еще хуже обстоит вопрос с квалифицированными кадрами в домах, обслуживанием которых занимаются домкомы. На днях в городском Акимате председателям КСК и домкомам пытались разъяснить суть новых правил по эксплуатации тепловой и электрической энергии. То есть хотелось бы еще обратить внимание, что аттестацию должны проходить не только обслуживающий персонал, но и в КСК, и в ТО. Аттестацию должны проходить именно либо председатели КСК, либо инженера, то есть тот ИТР, который прописан в правилах пользуемся тепловой энергии. Текучка огромнейшая. Огромнейшая, да? И мы этого выручим, а он уйдет, и будем учить другого, а он обратно уходит. Сегодня в Тимиртау работает более 80 КСК. Суметь обучить весь обслуживающий персонал в короткие сроки становится практически невозможно. Тем более, что суммы на переобучение рабочих лягут на плечи квартиросъемщиков, которые вряд ли воспримут эту новость с радостью. Если же переобучить своих сотрудников КСК и домкомы не смогут, то выход предлагается один – заключать договора с ТОО, которые возьмут на себя все вопросы по обслуживанию домов. В противном случае дома, не выполнившие все условия, в следующем году не получат допуск к отопительному сезону. Анна Калинина, Владимир Пороховой. Новости Тимиртау.